В ЖГТУ со знакомительным визитом побывала делегация Уральского отделения Российской Академии Наук. Для начала гостям из Екатеринбурга провели экскурсию в историко-патриотическом центре, после чего началась презентация научно-прикладных разработок ЖГТУ. Вы увидите, на какой базе наши студенты учатся, на чем мы проводим научно-исследовательские работы, в том числе и сегодня у них как раз-таки идет обстрел тех образцов, поэтому вы сможете увидеть, как это происходит. У нас есть свой тир и с точки зрения этой кафедры есть своя материальная база, она уникальна. Уральские ученые посетили несколько исследовательских лабораторий тех университета. Одна из них разрабатывает приборы и средства неразрушающего контроля металлических деталей. Руководитель научно-образовательного центра «Приборы и методы неразрушающего контроля диагностики и структуроскопии» Виталий Муравьев подробно рассказал коллегам о практическом применении разработок в промышленном секторе. И сейчас это крайне актуально. Уральское отделение РАН намерено усилить взаимодействие технических вузов с индустриальными партнерами-производителями. Такая государственная задача поставлена перед руководством Российской Академии Наук. Основная задача, она понятна, это воспитание квалифицированных кадров, привлечение их в науку, в тот же ФИЦ, в те же заводы. Потому что сейчас, к сожалению, эта проблема в России – кадровый голод. Кадровый голод инженеров, высококвалифицированных технологов. И с этим надо что-то делать. Ну и, конечно, здесь роль технического университета очень велика. Помимо визита в ЖГТУ, руководство делегаций из Екатеринбурга провело рабочие встречи в правительстве Удмуртии. Традиционно в конце апреля в ЖГТУ проходит ежегодная Всероссийская научно-техническая конференция автомобилестроения, проектирования, конструирования, расчет и технологии ремонта и производства. В этом году состоялась уже седьмая по счету конференция. Организаторам поступили научные работы из 29 городов России в числе участников – 43 вуза и автомобильных предприятий. Тематика очень разноплановая – от проектирования наземных транспортно-технологических машин до ремонта и процесса утилизации. На практике большое количество, например, докладов поступило с наберных чернов. И практически все эти доклады, статьи, они связаны с заводом КАМАЗ. Там, с изготовлением деталей, со сборкой и так далее. Поэтому связь, она как бы здесь, я не могу говорить об этом, но она как бы налицо. Дальше, если говорим о лесотехническом, например, в университете сейчас доклады были, там тоже, получается, докладов, наверное, в статье 5-6. Лесотехнические, в общем-то, связаны с лесами нашей страны. То есть, у нас связь такая, она имеется. То есть, большое количество, в общем, как раз докладов, есть связь с конкретными предприятиями. Наряду со студентами доклады подготовили доктора наук и кандидаты наук. По итогам конференции будет выпущен общий сборник, в который войдут более 130 научных статей. Какие могут быть настройки? Какие могут быть настройки?